Живым о мертвых. Некрополисты, люди, которые изучают погосты, впервые организовали в областном центре специальный форум. Делились опытом, как искать захоронения, когда их нет в базе данных. Говорили и о развитии нового для Сибири вида туризма, кладбищенского. Мой коллега Анатолий Харитонов побывал на необычной экскурсии. Где-то подписано, где-то по памятнику можно судить о профессиональной принадлежности усопшего. Я никогда мимо не прохожу. Королёва Михаил Николаевич, однофамилиц, но человек тоже достойный уважения. Директор завода точного машиностроения. Он умер в 79-м году, а вскоре в честь него назвали улицу в Дзержинском районе Новосибирска, рассказывает экскурсовод. Но на табличках написали только фамилию. Отсюда путаница. Многие думают, что речь идёт об академике, конструкторе космических ракет Сергее Королёве. Очень много сделал для рабочих, жилищные вопросы решал. И был очень скромным человеком при жизни. Рассказывали, что у него были очень представительные водители. Когда не приходили, все кидались к водителю. Думали, что это он, директор завода. А Михаил Николаевич стоял скромно в сторонке. На Заельцовском кладбище Лидия показывает группе необычные памятники. У литературного критика Николая Яновского надгробие с элементами барокко. А у писателя Александра Казачинского «Одиссита», автора знаменитой повести «Зелёный фургон», которую дважды экранизировали в СССР, «Дерево с обрубленными сучьями». Значит, человек умер, не оставив потомства. На этом по гости энтузиасты разработали несколько тематических маршрутов. «Ничего плохого в этом нет», утверждают некрополисты. Гуляя среди захоронений, участники экскурсии узнают интересные факты о великих людях, например, о поэтах, художниках и музыкантах, и отдают им дань уважения. «Бывает такое, что у известных людей не осталось родственников, или они уехали из города. И некрополисты в этом случае должны привлечь внимание общественности к тому, что человек, вложивший труд в облик нашего города, в его славу, потерян для памяти. И это, безусловно, должно быть исправлено». Недавно активисты убирали мусор, приводили в порядок могилы профессора Ленинградской консерватории, композитора Алексея Штейна и его сестры Веры. Это известный скульптор, автор барельефа «Танцы народов СССР», который украшает Новосибирский оперный театр. Не осталось родственников и у Владимира Тейтеля, умершего в 1945 году. С 1932 по 1935 он был главным архитектором города, построил фонтан в Первомайском сквере, аэроклуб, дома соцгородка на улице Станиславского. Известному человеку нужен добротный памятник. Сейчас там ржавая металлическая конструкция. На Первом форуме некрополистов Сибири обсуждали и тему поиска захоронений. Энтузиасты ищут могилу у внучки водочного короля России, предпринимателя Петра Смирнова, поставщика двора Его Императорского Величества. По некоторым данным, женщина покоится где-то на Зельцовском кладбище. Анатолий Харитонов, Александр Ведерников, Андрей Руднев. Новости ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова